Всем привет! Это Огородная Азбука и я Ольга Чернова. Я все... Сегодня 13 марта, я все сею и сею различные сорта томатов и самое интересное вам описываю в процессе посева. Вот я уже рассказывала про любимый праздник, что это самый крупноплодный, про толстый боцман, что он самый необычный такой, полосатый, в 5 стволов нужно его выращивать, про Демидова рассказала и, конечно же, я не могла обойти стороной самый любимый мой сорт Настенька, ну, по крайней мере, самый у меня часто используемый. Конечно, у меня сортов много, все я описать не могу, в основном я описываю те, которые чем-то примечательны, которые заслуживают вашего внимания и в основном это сибирские сорта, потому что они у нас занимают большую часть огородов. В сибирском регионе, где я проживаю, мы не можем высаживать и выращивать сильно такие теплолюбивые сорта. У меня мало импортных и почти нет гибридов. Вот сейчас я буду сеять Настеньку для открытого грунта. Я уже ее посеяла для выращивания в теплице и для получения раннего урожая. Вы ее видели, я показывала рассаду, рассада уже хорошая, большая, а вот это, которое я буду сеять только сегодня, это будет у меня расти на улице, потому что она и на улице, и в теплице растет хорошо. Я ее потом покажу вам, где, как она показывает, какой результат. Ну, сначала несколько слов о посеве. Конечно, я смачиваю дорожки, как всегда, эпином, я уже про это говорила, у меня вот единственное средство эпин. Я дорожки сделала, до этого я показывала вам, как я в глубоких, вот, где она у меня, вот такой палочкой делала глубокие бороздки и без насыпания сверху сеяла. Последние лотки, у меня лотки уже подготовлены и кончаются. Последние лотки я сею, как обычно, как я делала, маленькие, просто маркирую, намечаю дорожки, буду раскладывать поверхность, чуть заглубляя, и присыпать сверху грунтом. Почему такая разница? Я уже сказала, потому что они получились у меня немного более увлажненные, чем те, которые подходят вот для такого посева. Тут нужны вот эти вот гряды сухие, чтобы они рассыпались, засыпали, а они, видите, как немножко влажноватые. Поэтому я перешла вот на такой способ посева на свой обычный. Как всегда, эпином я все это смачиваю. Больше у меня полива не будет, я сейчас смочу эпином, заглублю семена прямо туда, в мокрый грунт на полсантиметра, и потом сверху присыплю полувлажным, полусухим грунтом. Сейчас я сяду раскладывать семена и буду вам рассказывать вот об этом сорте Настенька. Сейчас сначала одену очки, прочитаю, что говорит производитель, а потом скажу от себя. Вот Настенька, среднеспелый сорт, куст компактный, высотой до 70 сантиметров, не требует посынкования, плоды округло вытянутые, розовые, мясистые, очень вкусные. Масса из 150, отдельные плоды до 500 граммов. Сорт отличается обильным плодоношением в любых погодных условиях и повышенной устойчивостью к фитофторозу. В марте семена высевают на слегка утрамбованный грунт, поливают теплой водой, ставят в теплое место, после всхода в пленку снимают. Ну и все, как обычно, в фазе одного-двух листьев пикируют, 60-65 дней рассаду высаживают. Все, как всегда, он низкорослый, не посынкующийся, обильное плодоношение в любых погодных условиях, все это дает большие преимущества вот этим сибирским сортам перед другими сортами. Вот именно поэтому я их, вот эти сорта, использую для получения раннего урожая. Я, наверное, уже все уши про них прожужжала, но это очень удобные сорта, не вытягиваются в рассаде, компактные листья не распускают далеко. Настенька это очень молодой сорт, и многие, вот, прочитав у меня на странице о нем, до этого, как признаются, что до этого они о нем даже не слышали. Посев я произвожу так же, как обычно, я сделала бороздки на расстоянии 2 см друг от друга, семечки раскладываю сантиметр-полтора сантиметра. Если какие-то будут лишние, загущенные или слабые, я потом могу их выдернуть. Вернусь к сорту. Сорт молодой, менее 10 лет назад выведен, но совсем молодой, но уже внесен в госреестр в 2012 году, я уже об этом говорила. И вот за этот короткий срок, не знаю, как везде, особенно в сибирском регионе, этот сорт до того полюбился огородником, стал любимым сортом почти на каждом втором участке. Вот у нас знакомые, какие мои друзья, в каждом огороде есть Настенька. Вот за что они его любят? Ну, сейчас расскажу, за что. Вот сочетается, во-первых, прекрасный внешний вид, это розовый такой, вытянутый немного как, ну, как почти сердцевидный, но он не совсем сердцевидный, не как бывшее сердце, а чуть вытянутый такой овальной формы, розовый томат и нежный, вкусный, нежный такой сладкий вкус. Но вместе с этим, вот несмотря на эту нежность, на эту красоту, этот сорт очень выносливый, опять же, потому что это сибирский сорт. Вот он выносливый, потому что он переносит и перепады температур, у нас, естественно, бывает то холодно, то жарко, может пережить продолжительные периоды пониженной температуры, вот бывает не то холодно, то жарко, а вот сделается холодно, холодно и холодно, и несколько дней, может быть, даже недель стоит холод, и в этой, даже в таком климате, он дает все равно урожай хороший, поэтому он пригоден для выращивания в любых регионах. Вот у нас в Сибири условия суровые для томатов, но он плодоносит хорошо. Девушка у меня выписывала, выращивает в Крыму, сказала, тоже идеально подходит вот эта Эдемидов и Настенька, все увешаны помидорами, но в теплых краях, конечно, сам Бог велит плодоносить, так что Настенька может расти везде. Она уже прижилась и на Дальнем Востоке, знаю, что и на Урале, и в Приморье ее выращивают. И сорт универсальный, потому что он растет хорошо и в открытом грунте, и в теплицах. Есть некоторые сорта, которые только для теплицы. Высадишь его в открытом грунте, не вызревают. Красных томатов дождешься очень поздно, особенно у нас в Сибири в сентябре уже заморозки, не вызревают. Или наоборот, есть сорта, которые только для открытого грунта, жару не переносят, посадишь в теплицу, плохой результат. А это именно такой сорт, что он и там, и там хорошо вызревает. Вот это очень хорошее качество, потому что у кого есть теплица, можно вырастить в теплице. У кого нет теплицы, можно вырастить в открытом грунте. Этот сорт я выращиваю рано и в тоннелях. Вот когда, помните, в прошлом году было видео, у меня снегом все завалено. Настенька там тоже сидела. У нее даже листья не подмерзли. Я именно вот эти сорта всегда рекомендую всем, выращиваю, которые толстоствольные, с толстыми мясистыми листьями. Они не боятся мороза. Если даже чуть листик подмерзнет, ничего страшного. В это время те, у которых тоненькие листья, тоненькие стволики, они могут замерзнуть вообще. Вот этот сорт, он розово-плодный, я уже говорила, розовый такой, сердцевидной формы, с высоким содержанием сахара. Масса, как уже на пачке было написано, от 100 грамм до 500. Но 500 грамм они там, конечно, немного загнули, но до 300 грамм она вырастает свободно. Чтобы получить плод 500 грамм, это надо уменьшать количество завязей. Потому что если не общипывать цветы, 500 грамм настеньки вы, конечно, не получите. Это слишком много. Сорт подходит для всех видов переработки и для салатов. Пожалуйста, в салате прекрасный вкус. Хотите солить, но не с первых кистей, на первых он крупный, вторые и третьи кисти солите. Можно делать лечо, можно делать различные заготовки. Он везде идеально идет. Огромным достоинством этого сорта, конечно, является его детерминатность. То, что он не вырастает, не вымахивает. Он в теплице очень аккуратный, вырастает с человеческий рост и сам вершкуется. И то, что его можно выращивать без посынкования. Вот в открытом грунте он будет у вас даже 50-70 сантиметров, еще меньше. Ну а в теплице, как всегда, чуть побольше. Метр, метр двадцать, метр сорок. Смотря какое будет лето, какие будут условия. Все это зависит от погодных условий. И еще одно достоинство, которое называет производитель, я вот сама испытала, его сопротивляемость к болезни. Он устойчив к фитофторе и очень редко поражается этому заболеванию. Ну такой, стойкий он. Ну сорт Настенька является раннеспелый, или как он считается, среднеспелый. Иногда пишут раннеспелый, иногда среднеспелый. И он, если вы пораньше его посеете, он может успеть вам отдать урожай до наступления массового поражения фитофтура. Если у вас неблагополучный, например, регион, в этом смысле, если рано начинаются дожди, сырость, посеете пораньше, он отдаст вам урожай рано. Он может это сделать. Потому что если очень быстро все это нарастает, куст не очень высокий, компактный, быстро все формируются плоды. И урожайность. Это отдельная статья. Этот сорт очень урожайный. Но опять же, еще раз оговорюсь, зависит от погодных условий. Но при благоприятных погодных условиях и правильном уходе урожай может достигать 12 килограммов с одного квадратного метра. Это очень хороший показатель. Если вот в предыдущих видеороликах я сорта описывала, говорила, что 7,5 килограммов, 8 килограммов для Сибири это хорошо. А здесь 12 килограммов. Для низкорослых томатов, ну конечно, индетерминатные они дают больше, но для низкорослых томатов вот этого типа, это очень хороший показатель. Кто ни разу не выращивал сорт Настенька, я очень рекомендую вам. Вы не пожалеете, плоды крупные, красивые, сорт урожайный, неприхотливый. Можно так же, как демидов, выращивать в двух вариантах. Или привязывать колышку и посынковать, тогда плоды будут крупнее, их будет меньше. Или просто без посынкования подвязать, потому что они все-таки крупные, без подвязки он не вырастет. Но не удалять вот лишние боковые побеги, тогда этих томатиков будет очень-очень много, но они будут помельче. Это какой вариант выбрать, ваше дело. Посев, как вы видите, очень простой. Я вот разложила все семена, сейчас я сверху их присыплю землей и накрою пленочкой. Все, на этом мой посев будет закончен. Через неделю они взойдут, 60 дней возраст будет, высажу в открытый грунт. Потом вам все покажу. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Знакомлю вас с самыми интересными сибирскими сортами, теми сортами, которые дают хороший урожай при любой погоде, за которыми не нужно сильно много ухаживать, но получить взамен хороший урожай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова